Декабрь месяц, 14 декабря. Вот такие распрекрасные цветут розы. Им хорошо, им хорошо, потому что не жарко. Посмотрите на их оттенки. Какая красота! Вот таким образом мы сегодня и начнем наш влог. Девчонки, всем привет! Сегодня понедельник, 14 число. У нас сегодня, девочки, небо не очень голубое, но самолеты все же летают. Я пришла вывешивать белье. Посмотрите, у нас, девочки, вот все зелено. Девчонки там писали, что снег разгребают. Девочки, я бы хотела, чтобы у нас немножко и снега выпало. Вот это вот бесконечно, вот эта жухлость, вот это все. И так будет круглый год, и Новый год. И все будет, конечно, такое желто-зеленое вокруг. Но вот именно в конце года, на празднике, конечно, хотелось бы немножечко снега. Вот, и небо у нас, вы знаете, климат изменился. У нас стало намного меньше ветров, этих мистралей. И у нас небо стало достаточно часто серым. Вот прям вот этот вот декабрь, я вам хочу сказать, вы слышали же, я постоянно вам говорю, что серый-серый. Я пришла, открыла теплицу, девчонки. Теплица 18 градусов. Вот сейчас вот я только что открыла. Оно сразу на 2 градуса упало, потому что я уже минуточки 2 как открыла. Ну, что хочу показать, девочки. Пеларгонии берутся неплохо. Вот, будет, конечно, будет, девочки, этот... О, как их, как их... Выпад, выпад, выпад. Вот. Но смотрите, сколько пенечка, пенечки берутся. О, девочки, этот томат лезет. Ну, пускай лезет. Послушайте, я его потом пересажу. У меня же теперь, девочки, здесь будут в теплице расти помидоры. Круглый год. Ну, почему другие могут в теплицах, да? А мы не можем. Гляньте. Вы видите этот помидор? Это вот я, когда резала свои пеларгонии, прямо в горшке, в одном горшке 2 было томата. Посмотрите, сколько пасынков. Даже не знаю, буду ли я его убирать. Не знаю, что за сорт. Быстрее всего, высокорослый какой-то. Вот. А пасынки, да кто его знает. Пускай, девчонки, пасынки растут. Они, когда будут побольше, я их там где-нибудь в январе-феврале отломлю и высажу прям в стаканчик. И вот как меня научила моя подписчица. Уж не помню, кто, девчонки. Спасибо вам большое. У меня таких 4 или 5 я так укореняла пасынки. Прекрасно были. Ну, вот это был совсем малепасенький. И тоже, посмотрите, какой красавец. Вот. И где-то часа в 4 мы закрываем теплицу. Опять включаем отопление. Оно подключается сама, когда надо. Оно где-то вот держит 16-18 градусов. Тепла это даже много, девочки. Ну, вот так получается. Потому что на улице тепло. Конечно, было бы, если бы там минус 10. Так, естественно, не это. Смотрите, как выросли с последнего раза, когда я вам показывала. Вы представляете? Вот этот тоже пенечек взялся. Гляньте на него. Красотулечка. Вот этот, это уже все, девочки. Я его еще убирать не буду, но это уже все мертвятина. Вот. А вот этот, посмотрите, пенечек тоже взялся со всех сторон. Вы видите, как они быстро растут. Естественно, что, девочки, я ничем их стимулировать не буду. Я их только поливаю раз там в 10 дней, не больше. Сейчас, тем более, пока эти маленькие все у нас пенечки сидят. И там самое главное, их сейчас не переувлажните, иначе они сгниют. Вы тоже листочек уже видите. Раз. Вот, когда он уже сам, девочки, отмирает. Вот только потом я на молодых, на укорененных пенечках, листочках убираю это все. Потому что это является питанием. Вот смотрите здесь, например. Видите? Вон еще малыш пошел. Вот, вот этот листочек вот такой сухой. Видите, он уже просто сам. Я только дотронулась, он уже отсох. Значит, от него уже пользы нет. Пока он сам не отрывается. Это, девочки, на взрослых, конечно, я убираю лист только там пожелтеет, я сразу убираю. Но вот, когда я их укореняю, я эти листочки держу до последнего. Потому что это питание. Вот эти, видите, малыши, девочки, все пошли. Вон там листочек начинает желтеть, это потом уберем. Плещистые вот эти вообще хорошо берутся, девочки. Сидят как вкопанные, скажем так. Вот. Здесь много, смотрите, здесь много, девочки, молодых наростов. Там вон вообще все идет. Посмотрите, как отсюда, девочки, видите этот корешочек? Смотрите, сколько уже наросло. Ну, пху-пху-пху. Доброе сейчас сказано. Вот, смотрите, все мои эти, которые королевы, которые я все абсолютно убирала, листы, весь лист, потому что была белокрылка. То есть надо, на этой неделе я опять их, девочки, укр... ой, это, побрызгаю. Смотрите. Вот, видите, уже когда вот такое все усыхает, вот буду убирать. А так я пока не трогаю, потому что, ну, я их и так очень сильно, девочки, поранила в этом году. Прям все абсолютно, эх, тут урезала, вы видели, это все прекрасно. Поэтому сейчас нам, я там вот бругманцию я поставила в воду. Девочки, ну, я не знаю, у меня мало надежд на бругманцию. Я и заниматься серьезно не буду, мне ее потом все равно сажать будет некуда. Если какой-то возьмется корешок, смотрите, раз, видите, то тогда я высажу где-нибудь в открытый грунт. Уже, девчонка, трава начинает расти. Ну, вот это в первую очередь. Бегония сидят, красавицы. Мой шалфей, девочки. Мне кажется, он весь взялся, во всяком случае, он зелененький стоит. Это тоже, девочки, я резала, это укорененный. Вот, вот тут вот у нас шалфейчик, видите, он уже цветет, вон уже новый росточек пошел. Вот, цветет у меня лавандочка. Там вон моя герань. Ну, там обломанные листочки надо мне туда будет пройти каким-то образом. Протиснуться, почистить чуть-чуть, но пускай посидит мне некогда сейчас. Вот, смотрите, сколько новых листочков, сколько... А здесь как хорошо все взялось, грянется. Вот, поэтому, девочки, ну все, пфу-пфу-пфу. Ну, уж думаю, что уже теперь уже ничего не случится. У меня тут еще по горшкам мышки прошли. Знаете, что ищут семечки томатные. Но у меня же компост в этом. Смотрите, как хорошо нарастает. Видите, мои хорошие? Так что, девочки, будем считать, что обошлось мне все этим, как оно называется. Я больше боялась, чем произошло на самом деле. Вот, посмотрите, вот эта вот герань, вот эта душистая герань, я ее вырастила сама. Я в том году ее укореняла. И у меня из трех корешков выросла, послушайте, один только. И она такая хорошенькая. Я ее поставила себе в спальню. Вот, и она так стоит, вот, допустим, вот она здесь стоит. А вот здесь вот у меня окно. Ну, как вам показать? Вот окно вот так проходит, и цвета мало. Света мало, послушайте. Она у меня начала чахать, смотрите, начала вся желтеть. Я эти листочки только успеваю убирать. Вот, и я, девочки, я вынуждена ее, просто я ее уношу сейчас в теплицу. Потому что, посмотрите, ей не хватает света, ей не хватает не знаю чего. Я там даже ее сейчас еще насекатором чуть-чуть обрежу. Пускай разрастается. Девочки, вот так вот вам. И ничего у меня не получилось. А это ведерочко я сейчас оставлю, и я в него поставлю. Нам подарила его сестра. Муж приехал. Ездил бабушке помогать. Подарила его сестра этот цветок к Рождеству. И тоже там надо его поливать, потому что иначе он просто умрет. Девочки, ну вот я вынесла нам сегодня погода хорошая. Сейчас тепло, чуть-чуть ветерок, правда. Ну вот я вынесла вот эти вот все расчеренкованные мои пиларгоши. Они здесь разные. Это плечистые, это, девочки, какие-то эти мои. Вазональные. Я не знаю, что за сорта. Главное, чтобы взялись. Ну и по ходу дела, посмотрите. Все взялось. Здесь это плечистая, которую я только недавно занесла, которая белыми цветочками цветет у меня. Которая стоит возле этого умывальника на улице. Тоже хорошо взялось. Здесь вот что-то погибло. А может быть здесь... Да, что-то было, девочки, но не взялось. Но это не важно. Я туда что-нибудь присажу. Я их сейчас полью. Сейчас полью. И вот здесь, вот этот вот... Здесь это все хорошо взялось, посмотрите. Мои пиларгонии. А здесь вот девочки королевы, и вот они не очень. Это вот королева моя большая, которая сидела. Вот эти явно два мертвых. Вот один и второй. Но там он что-то зелененькое еще торчит. Трогать не буду. Здесь тоже, смотрите, почти все усохло. Но, тем не менее, молодые побеги есть. Вот этот тоже трогать не буду. Здесь тоже самое, девочки. Я еще пока оставлю. Вот. Не буду выдергивать сразу, смотрите. Здесь тоже вроде бы как все усыхало. А потом раз... И пошел молодой росточек. Здесь тоже хорошо он взялся. Ну, девочки, мне этих и хватит. Если вот, смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Если вот этот шестой возьму, он там что-то, вон свеженькое тоже лезет. Вот этот шестой. И вот здесь вот седьмой. И вы знаете, мне на горшок присадить очень даже прекрасно. Я их сейчас полью хорошенько, чтобы они стекли все. И потом занесу через часик-полтора, занесу обратно в теплеточку. Девочки, это у меня горшок, это у меня почули. Я сейчас возьму, пойду перчатки, подсыплю сюда земельки. Вот, я его весь подстригла и вот присадила. Присадила вот здесь три. Не знаю, как оно берется, не знаю, девочка. Это я так. И вот сюда я, девочка, еще присадила. Вот тоже почули. А здесь у меня шалфей. Хоть это, послушайте, бургмансия. Она считается ядовитым растением. Но вот я здесь в теплице каждый год чего-нибудь присаживаю. Каждый раз что-то берется. Вот так что у меня тут вон ваньки мокрые цветут. Все замечательно. Девочки, посмотрите, юка. Вот надо попросить мужа, чтобы он мне спилил вот эти три ветки отсвежие. Видите, еще одна цветет. Мне вот совсем недавно вот в комментарии задали, а ваша юка цветет, девочки? Ну как же, я же ее без конца показываю. Она у меня цветет несколько раз в году. И в этом году вообще тут выпустила, мы уже спилили, сколько было, шесть или восемь сразу цветоносов. И так как прохладная она держится неплохо, потому что когда она цветет, когда у нас жарко, допустим, весной, да, там уже поздней весной, то, конечно, она очень быстро цветает. Вот, смотрите, какая красивая картинка. Небо наконец-то стало голубым уже сегодня. Моя любимая сосна. Птички летают, поют. Оставшиеся девочки хурма. Но я уже в этом году столько хурмы наелась. Я ее, если честно, оставила птицам. Но вот сейчас посмотрю, там может быть два яблочка более-менее сорву. Девочки, так хорошо в саду. Я прям сегодня вышла, не хочу домой заходить. Я вчера, у нас машинка эта забарахлила посудомоечная. Мы вчера как начали ее там, это, искать причину, ошибку выбивает. У нас и машинка уже минимум восемь лет, а то и девять. Но у нас она верпюль. Вот, и это, смотрите, видите, девочки, лампа стоит. Это солнечная лампа. И вот потом вот я вам показывала ночью. Вот они висят гирлянды. Они потом у нас загораются. Не хочу сегодня идти домой. Вчера целый день девочки откопалась на кухне. Ну что, одела очки. И это... Машинку мы там все тягали, отключали. Там, куляли ее там на 45 градусов. Пока я в интернете нашла, муж сразу не согласился. Потом, в конце концов, там типа как сзади какой-то... Не фильтр, а бак какой-то. И там есть маячок. И вот типа, когда если где-то есть, ну, повреждение шланга, или шланг забит, и плохо отводится вода, этот бак заполняется. И потом вот этот вот уже маячок всплывает. И он не дает Машеньке работать, сразу ее отключает. Два часа откопались, естественно. И я там все это... Напомогала ему. Очки одела, как глянула. Естественно, там забрызгали все эти мои тумбочки эти все. Ну, эти столы, как называются мебель, да? Начала мебель чистить. Пока мебель все почистила понизу. Потом начала вытяжку чистить. Потом это... Ну, я вчера готовила в своем помощнике, в своем компаньоне. Пока его помыла. Потом я суп грибной наварила на вечер. Вот. Пока опять помыла девушкой. Ну, короче. Потом легла уже. Уже знаете, сколько времени было? Уже девять часов вечера было. Ну, почти. Я себе включила на ютубе повтор записи ледникового периода. За 14-е число, за 12-е число посмотрела. И потом, послушайте, набрала тоже на ютубе Навка. И как начали мне выдавать там шестой год, восьмой год. Потом у них вот эти профессиональные были конкурсы. Между собой они там соревновались. Вот она там с Жулиным танцевала со своим первым мужем. Ой, ну, девочки, короче. Я еще два часа смотрела вчера вот эти старые записи фигурного катания. Именно вот это профессиональное. Вот. И, конечно, девочки, ну, Навка она звезда. Слов нет, конечно. На льду она королева. С той скоростью, с которой она катается. Все, что они вытворяют на льду. Я, слушайте, я даже на земле так ходить не могу. Молодцы профессионалы. Поэтому я вчера так долго смотрела, так долго смотрела. Уже прям заснула. И потом еще смотрела интервью с Жулиным и с его третьей женой. Тоже с фигуристкой. Тоже ребеночка они родили. Ну, я так и заснула уже, девочки, под это все. Смотрите, сколько у нас навоза, девочки. Я никак не могу мужу сказать, что это много. Вернее, я ему говорю, но меня никто не слушает. Ну, вот таким вот образом он возит каждый год навоз. Послушайте, землю мы здесь, конечно, подняли. У нас здесь земля потом хорошая. Но сейчас чуть-чуть подсохнет. Он где-нибудь там, ну, в январе уже перепыхает первый раз. А потом там уже еще весной разочек. Ну, я ругаюсь. Все равно говорю, что это много. Хотя вот он возит соломы. Я говорю, если много соломы, то хорошо. Ну, вот наш вот этот вот маленький кусочек. Здесь вот уже такое поле тут рожей. Там он его сестра. Они все равно нафигачили на траву. Она там не все выдрала. Вот. Ай, ну их. Девочки, ну, короче, я туда не лезу. Я пришла за водой. Отключили они это. Воду поливную. Потому что у нас реально были заморозки. Вот. И это... Сейчас надо носить воду. Он мне принес немножко. Я там теплицу поливала, но мне не хватило. Сейчас еще два этих отнесу. У нас здесь вот вода. Здесь вот в этих баках, девочки. Это дождевая вода. Вот. Мы посмотрели как-то. Мы решили, что миндаль не очень хорошо взялся. Вот дикий, девочки, миндаль. Подсеивается и нормально. Вот купили же мы четыре деревца. Ну, на одном было две миндальки. Ну, ладно, первый год. Ну, мы не увидели, чтобы они хорошо там в деревья пошли-пошли. Ну, вот здесь вот он мне пересадил этот и крыжовник. И пересадил мне два кустика этого черной смородины. Короче, у нас теперь, посмотрите, уже все. Там вот розы эти. У нас это вот моя айва. Короче, у нас все девочки на свете. Все вокруг вдоль этого забора, этой сетки. Но все засажено. Короче, сделали. Перенесли свой сад сюда. Вот. Ой. Да, девочки, 14 декабря. Ладно, мои хорошие, я сейчас это. Налью себе воды. Пойду дополью. Что я там не дополила? Да пойду чего-нибудь буду готовить. Я вчера замочила красную фасоль. На ночь я два раза уже поменяла воду. Не знаю, либо котлет сделаю, либо не знаю, девочка, что буду делать. Не хочется готовить, надоело. Ну, вот, девчонки, все. Я занесла свои маленькие цветочки. Вот они у меня здесь стоят. Вот в этом, девочки, вообще стопроцентное взялось все. Короче, девочки, я довольна. И вы знаете, даже я сейчас вот стою, размышляю. Ведь я поздно делала. Я делала в конце ноября. Вот буквально я их сделала, занесла. Последние горшки. И через два дня у нас были заморозки на улице. И вы знаете, может быть, если бы я их все расчеренковала в октябре, то с нашим климатом они бы, может быть, уже были достаточно большими. А несмотря ни на что, понимаете, теплица это хорошо. Но все равно здесь и воздух сухой, и листочки будут подсыхать. Вот я смотрю, тут, наверное, уже кто-то новенький их пожрали. Вот. Но это вот, девочки, это я не знаю, кто вот эти вот дырки делает мне на листочках. Вот. Поэтому все равно я еще и лист буду, девочки, обирать. И цвет буду убирать, когда начнут они уже цветоносцы свои высовывать в феврале где-нибудь. Поэтому, может быть, как раз таки, ну, вот такой эксперимент. Вот поздняя обрезка, поздняя обработка. И в нашем климате, может быть, это то, что и нужно. Иначе они потом, девочка, перерастают. Они начинают у меня все в феврале цвести. И я убираю, убираю эти цветы. И жалко, и убирать надо, потому что, ну, им жарко здесь. И потом, когда они перецветают, первый раз цеплится. Конечно, некоторые цветочки. Я все равно оставляю, чтобы для красоты, чтобы зайти было хорошо. Они, если их не убирать, не это, они перецветут. И потом, знаете, весной пиларгонии не так быстро, девочки, зацветают. То есть, когда вот они отцветают, и мы убираем цветоносцы, то да, они перецветают. Но вот когда они перецветают полностью, то есть, вот, первый раз, второй раз, цветоносцы, так-то быстро и закладываются. Поэтому, естественно, вот у нас вот с этим хранением пиларгоний, за ними нужно следить, чтобы они не цвели зимой, чтобы они спали зимой, чтобы они отдыхали. Вот, ну и, конечно, таким образом, когда мы убираем цветоносцы, вот, все пожелтевшие листочки, все покоцанные листочки, это все, девочки, нужно убирать. Пиларгонию жалеть не нужно. Вот, в этом плане она любит, когда ее режут, она любит, когда у нее эти листочки убирают. И, видите, допустим, вот, смотрите, видите, вот у меня уже цветонос. Ну, вот, ну, вот вы понимаете. Ну, оставлю, пускай, может, на Новый год откроется, но потом я его, конечно, уберу. Вот, здесь он у меня идет от корня, то есть, это не молодой росточек, это вот я оставила основной корешок. И вот, видите, из него идет молодежь. Вот это самое классное. То есть, обновляется пиларгония, красотулечка моя. И это, и что я хотела сказать? Ну, короче, девочки, вот, чем больше мы ее режем, да, вот в сезон, когда она должна спать, вот я ее перестану резать, девочки, вот где-то в феврале, потому что, ну, у нас очень рано весна начинается. И, естественно, что придется, вот, смотрите, видите, мы цветем. О, и вот, смотрите, видите? Ну, это я считаю, что это у нас еще сезон не закончился, потом буду убирать. Но я, главное, я вижу эту ваньку, этого мокрого, а то, что у меня пиларгония цветет. Очень люблю, это Светочка мне прислала. Очень красивая. Вот я ей специально оставила тоже вот эти вот высокие створики, потому что она нарастает вот так вот высоко. и она весной у меня была красавица. И вот у нее, видите, сколько много новых побегов. Я ее чуть-чуть расчеренковала. Вот это вот она у меня расчеренкованная, то есть это новые побеги. Если хорошо возьмутся, я их отсажу в другой горшочек. Но мне нравится такой цвет. Вот он фуксия, не фуксия, такой, вон серединочка эти белые. Вот, она безымяночка. И вот смотри, девочка, смотри, что делается. Ох, как вам здесь хорошо, мои звезды! Ну, я же вам все равно зимой не дам цвести. Вот, короче, буду, что буду делать, девчонки, буду показывать. Я не знаю, вам это пригодится, не пригодится. Но вот я больше показываю, наверное, для тех девчонок, у кого там одна-две пеларгонии, у кого в регионах дефицит пеларгонии, которые трясутся над ними девочке. Во всяком случае, пеларгонию обновляют каждые два года, каждые три года, но это обязательно. Иначе она превратится в старуху со страшными ногами, всю больную и будет вести только наверху. А я вас научила же делать всякие тоники для лица. Просто-просто, девочки, просто отвар вот этих пеларгоневых и граневых листьев, он творит чудеса с кожей. Это омолаживающий продукт. Поэтому мы хорошо сделаем и самому цветочку, понимаете? То есть мы будем обновлять его, помогать, стимулировать. Будем убирать листочки немножко, подрезать стволик, чтобы они не очень сильно тянулись. Вот стволик пойдет один высокий. Вот это вот я тоже оставила, потому что она высокоруслая, вот эта вот пеларгония. Вон там сколько, смотрите, сколько из корня лезет. Молодых побегов. Может быть, даже можно было и вот так вот черенкануть. Но если я ее, девочки, черенкану вот так, то это только уже весной. Сейчас поздно. Сейчас декабрь. Вот сейчас можно обрезать, можно убирать плохой лист, сухой и так далее. Там покоцанный, пожелтевший. Но черенковать уже не знаю. Может быть, и возьмет. Вот я же сегодня почули, вот черенканула, девочка. Но почули, потому что я забыла занести горшок. И она очень вытянулась. И я ее резанула. Я просто воткнула веточки. Возьмутся и возьмутся. А нет, самое главное, корень сохранить. Вот, моя хорошая. Поэтому я вам сегодня немножечко показала свои теплицы, своего сада. Вот, на клубничку можно сходить, посмотреть. Клубнику, кстати, можно сейчас немножко пересадить. У нас же погода хорошая. У меня там есть еще. Я с одного места просто переношу клубнику. Но с корнями полностью. Вот не знаю. Вот это вот у меня этот неисоп. А как же его? Реглис. По-русски уже девочка не вспомнит. О который такой, знаете, анисовые такие вот эти листочки. Даже не знаю. Выживет он, не выживет. Будет жалко, конечно. Но я перекуплю тогда весной. Смотрите, у меня тут какая весна. Лист вот этот весь нужно убирать. Сейчас пойду мужу, спрошу, что будем есть. Сегодня я скажу, что будем есть, дорогой. И приду сейчас тогда, беру этот лист. Возьму ведро, перчатки. Здесь у нас чипрец дикий. И смотрите, девочки, вот она. Видите, какие сорняки у нас, девочки, растут. Всем сорнякам сорняки. Даже не знаю, может быть, он и хорош. Это вот этот вот... Это не мать-мачеха. Это одуванчик. Нет, это, наверное, не одуванчик, а мать-мачеха. Девочки, я не знаю. Но, короче, вот это вот растение, оно полностью медикальное. Ну, конечно, я его засушивать не буду. Вот, а давайте мы лучше с вами полюбуемся вот этой валансии. Посмотрите, какая она распрекрасная. Давайте посмотрим, есть ли у нее вредители там внутри. Запросто может быть. Красивая, красивая роза. С такими оттенками. И вот, девочка, вот вы понимаете? О, а пахнет. Надо обобрать листочки. И смотрите, какой здесь у нас бутон. Шикарный. Вот, посмотрите, оттенки все. И вот вы понимаете, декабрь месяц, 14-е... Там вот это в начале на заставочке сделала, что 14-е декабря. Но, девочки, вы понимаете, вот им сейчас хорошо, этим розам. Потому что летом здесь одно солнце. И у меня вот на этом месте, это валансия, она очень страдает. Вот, а там, девчонки, вот я вам не рассказала. Сказала, что нужно прийти обобрать лист. Вот эта вот роза, у меня ее больше нет. Это я черенковала, прям в землю просто черенки всовывала. Вот, она, это из старинных роз. Как же она называется? Это что-то... Элизабетта. Как-то, ну вот, короче, у меня есть крон Элизабетта Маргаретта. А это тоже что-то связано с этим, с английской королевой. И она была, это одна из первых роз, когда-то еще зять. Когда я только начала тут приехала, 14 лет назад, когда-то тут что-то начала делать. Он мне подарил там несколько горшков. Два, по-моему. Вот, и эта роза, представляете, она у меня выросла. Она у меня была 4 метра высотой. И потом за один год захерела. И все, здесь это надо тоже все пересаживать в землю. Девочки, работы очень много. Ну, мы так с мужем, муж занимается своими делами. Я своими, девочки, делами потихонечку. Ну вот, вы смотрите, какой розмарин раз шикарный. Видите, как девочки, им не жарко растениям. И они балдеют. Они просто балдеют. Здесь у меня вот, это перечная мята. Здесь у меня другие мяты разные. Ну, вот они не очень хорошо растут. Это у меня ореган. И я так и не нашла, девочки, места, чтобы где мне сделала такой уголок, чтобы у меня были только одни приправы. Настолько все занято, настолько уже все у нас оккупировано, что ничего, ничего, негде больше посадить. Так, надо мне сам шить. Видите, как у меня здесь Марис убрал, я его попросила, он убрал персиковое дерево, дикое. Ну, жалко, конечно. Девочки, оно все равно уже с корнями не убрало, оно все равно растет потихоньку. Цветет красиво, но все персики гнилые, и все это падает. И вот сам шит у меня такой стал однобокий вот с этой стороны, видите, надо мне его сейчас подровнять. И он будет, может быть, разрастется, круглешочек. Он у меня такой трехногий, там вот внизу, в серединке, вверху. Ну, посмотрите наши камелии, все абсолютно на бутонах. Вот, как-то маловато у нее, маловато у нее бутонов, это которые махровые, красивые, розовые. Ну, вот эти шапки, я же вам говорила, что я держу специально. Сейчас вот зацветет наша мимоза. Девочки, это будет шик, вот этот вот коричневый, вот этот цвет. С этой мимозой будет вообще такая красота, что будем только охать и охать. Вот, поэтому держу для декора. Они, знаете, на солнышке так и так еще и красиво смотрятся, смотрите, так по-разному. Так они, конечно, страшненькие. Я сегодня спрашивала мужа, как будем поливать горшки. Он отключил воду. А здесь у нас, смотрите, сколько у нас этих хлюу. Это вот зимние вот эти вот рождественские букетики, вот стоят с этими шариками. Вот мы Ирине такой же отвезли. Она была очень рада. Тамарис ездил, собирал. Прямо это только в специальных местах можно. Это очень колючие дела, девочки. Надо обязательно в перчатках быть, иначе руки наколешь. И вот там вот он наделал букетиков, я думаю, своим дочерям. Кому-то еще будут дарить сестре, наверное, свои. Видите, таких вот баркетики такие из-под хлеба. Вот он моха насобирал. Рукодельник мой, рукодельник. Я не знаю, я спокойно отношусь к этим букетам. Но это вот именно вот эта прованская традиция. Они есть, их продают в цветочных магазинах, как бы культурные растения, но они совсем другие. И есть еще белые. Это красные, есть еще белые. Здесь, девочки, видите, шапки какие остаются? А вот они не коричневают. Вот здесь вот возле окна в прошлом году, этой весной, вы слушаете, я последний срезала. Он так и остался. Представляете, какие разные все гортензии. Я, может быть, сказала какое-то слово другое. Ну, гортензия, конечно, гортензия. Все, клен отпал, девочки. Все равно в этом саду всегда хорошо. Всегда что-нибудь есть посмотреть. Ну, а мимозы, девочки, как я в прошлом году рыдала, что у нас тут ураганом выломала мне вон там огромную ветку. Так вы посмотрите, она разрослась еще больше. Она нам уже заполоняет все растения, уже доминирует. Пу-пу-пу, девочки. Здесь мы ей не даем сильно расти, потому что у меня здесь есть буддонежи, и у меня там этот ибискус, и у нас лавровый лист растет там. Так неудачно. Ну, мы же никто не думали, что это мимозы, понимаете. Это мы ее здесь посадили, спасали от морозов, потому что у нас три мимозы выросла, а это мне подарили на мои 50 лет. Ну, то есть вот ей уже 10 лет, понимаете. Веточку, ну, прутик такой. Вот мы ее там посадили, я ее первые годы укутывала зимой в свое пальто, там закрывала и так далее. Ну, и вот за все эти годы у нас было один раз только очень сильные морозы. И вот подморозила веточки, ну, вот эти, которые вот на кончаниях. Смотрите, как здорово. Практически она уже цветет. Красавица ты наша. Здорово. Вот. А в ту сторону мы ее не трогаем, мы даем ей расти. И она, конечно же, девочки, под этим своим весом, а когда раскрывается же, это все тяжелое. Вот. И был ветер на нас там. И у нас, вон, смотрите, сейчас, смотрите, он ремонтировал ствол. Тоже там, вот видите. Сейчас покажите, подождите. Вон, видите, все перевязано. Она просто вот расчлень так вот тоже от тяжести поразошлась. Мы ее вот связали в этот садовый вар. И ничего, послушайте. Там вот тоже у нас, вон, там вот видно, вон, там ветка сломана была. Так, как, 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 как. Вот она, вот она за розой, вот, вот она. Видите? Вот, поэтому следим, пытаемся сохранять что-то. Так, это моя камелия. Тоже, которая мне на 50 лет была девочке подарена моим мужем. Тоже вот ей уже 10 лет. Тоже я ее, второй раз я ее очень сильно обрезала. Вот в этой, когда она отцвела у нас по весне. Я ее хорошо чистила. Ее нужно резать, пока она не закладывает новые листочки и бутоны. Но вот в этом году немножко поменьше бутоновые, это и лучше. Знаете, почему? Потому что, когда она усыпана бутонами, она не, так как она у меня сидит не в земле, она не, корни не успевают ее кормить. То есть, ну, они потом и не раскрываются, и она начинает подчахивать немножко. Вот. И кто-то меня спросил тоже совсем недавно. Нет, камелия, это вообще зимнее растение. Есть камелии, которые вообще цветут в январе. Вот. Все мои три камелии, они попозже. Вот это моя новая девочка камелия, которая розовая. Которую мы в прошлом году, мне тоже Марис купила ее. У нее здесь есть имя. Но вы знаете, она и цвела там два цветочка. Остальные бутоны склевали птицы. Вы можете себе представиться. Я жду, жду, когда прихожу, все склевано. Они, видите, уже даже такие набутонились. Вон они такие уже розовенькие. Накамелились. Вот, мои красавицы. Здесь у нас хризантемики доцветают. Девочки, ну только еще возьмется, послушайте. Я его так просто всунула, и вот уже холодина была, морозы. Ну вот наша вартан отцветает. Надо мне ее обрезать, она еще будет цвести. Молодец она. Ну вот, ну у меня вот там на круглой девочке клумбе. Здесь, смотрите, видите, как обрезал елку. Так хоть можно пройти. И у меня девочки там на круглой клумбе. У меня три шикарных розы. Нам их нужно выкопать. Я не знаю, у меня нет места их пересадить. Вы можете себе представить? Дожились. Потому что на круглой клумбе я оставлю только шалфей. Вот розу эту вот, Пьер Рансар. Надо это все обрезать. Это вот, это были мои бельдуньве, эти ночная красавица, которая. Не ночная примула, а именно ночная красавица, которая вечером, ночью, открывая свои листочки. Елочка, вот мы все никак не решимся ее в землю посадить, потому что, ну, она, эти елки не растут в нашей звездковой земле. Вот у нас эти дыры. Ну, мы же присадили там себе, когда стригли ограду, эту зеленую. Может быть, что возьмется, тогда засадили с нодерками. Ну, вот и все. Вот и все, мои хорошие. В принципе, потихонечку там тоже вот эта моя Мариклер. Послушайте, я ее, конечно, попортила. Ну, ничего, весной, может быть, это, выпустят новые ветки. Посмотрим, что там. От бабушки, вот она ему отдала. Он говорит, если не хочешь, я выброшу. Смотрите, ничего себе выбросить. Да сколько туда можно всякой мелочи сложить. То есть, видите, такие коробки солидные. Две. Вот желтенькую это. И розовенькую. Потом, смотрите, куча книг всяких. Девчонки, ну, я без селфи-палки по этому рукой. Книжка какая-то. Рецепты с каштанами. Представляете, у меня такой точно нет. Шуружа, упом и умарон. Красная капуста, яблоки и шаэцы. Ну, каштаны. А сейчас-то сезон каштанов. Но я не буду, конечно, их, девочки, свежие каштаны. У нас в банках продают уже такие, уже отваренные, готовые к употреблению. Смотрите, трюф, ой, как хорошо. Я такую не знаю. Дальше, смотрите, яйца. Десять способов готовки яиц. Представляете, она в свое время... Вот, 86 лет бабушка. Представляете, она в свое время покупала девчонка. Ну, это мне интересно посмотреть. Дальше. Соусы и винегреты. Французские. Ну, это явно все старинное, потому что так, с какого... Смотрите, а, 96-й год. Это еще так, ну, нормально. Ну, книжка 20 сколько? 24 года, да? Всего лишь. Ой, девочки, смотрите, всякие разные, винегреты, вот эти все, вот эти заправочки на салаты. Вон, смотрите, ого-го. У меня есть, девчонка, кстати, книжка по соусам. Но там может быть больше современных. Посмотрим, смотрите, посмотрим. О, молодец какая. У нее даже закладочка. Что-то она тут ела уже. Так, дальше, смотрите. А, вот такая, типа, такой книжка у меня есть. Яйца Кокота. Кокота, девочки, это вот эти вот ромакенчики, вот эти. У меня есть немножко другая книжечка. Посмотрим. Одинаковые там рецепты. Смотрите, это в таких вот, это индивидуальные такие штучки. Вот. И готовят в них, в духовочке запекают или там на плите. Вот здесь даже другие, девчонки, послушайте. Эти рецепты прекрасны. Можно посмотреть, что приготовить. Вот какая, молодец. Смотрите, вот эта, девочка, это вот эти маленькие сковородочки, индивидуальные. Они дорогие, они настоящие эти. Как же их? Вот вся Франция, вот это то же самое. Да, вот у меня керамические, а эта, девочки, это, как же их называют? Как наши чугунные, типа чугунных. Вот, прекрасно. С этим яйца, унион, унион. Это он такой, знаете, конфит такой, сначала обжаренный, наверное. Вот я посмотрю, посмотрите, сколько новенького. Вот, как нам будет с вами интересно. Только что я уже не хочу это, ничего делать. А дальше это, девочки, у меня, кстати, есть тоже книжка на эту же тему. Лежит рена. Это, то есть, только растительное. Без мяса, без курицы, без рыбы. Вот, вон, грибы там. Ого. Тесто для зелёный рис. Вот видите, рис со всеми зелёными. Мы так тоже любим делать, я иногда так делаю. Девчонки, ну, посмотрите. Цимбале утро кулёр. Трёхцветное что-то. Короче. Надо заниматься, не лениться. Дальше, смотрите. Корнет до квизина. Корнет это как? Ну, записная книжка типа кулинарная. Номер 14. Яйца. И 115. Манера, манера это исполнение. Опять же, смотрите. У бабушки много чего по яйцам. И они такие, смотрите, ещё какая книжка. У меня вот такая книжка. Мне его, как сводная сестра, привезла тоже. Давала по ватвачеру. Это тогда ещё она занималась вот этой вот системой похудения американской, которая у нас очень популярна во Франции. Я же тоже на ней три раза сидела. Вот. И у неё тоже вот первые книги по ватвачеру были. Вот именно такие вот сделаны вот так. Почти ручная работа. Представляете, девочки? Ой, какая красота. Здорово. Ой, спасибо, мадам Авриль. Спасибо. Я вообще девочки не люблю, когда выбрасывают книги. Это тоже девочка вежетариан. Вегетарианская тоже всё. Тут ещё и цены девочки во Франках похожи. Когда ещё не было. В каком? В 2002-м они поменяли. Ввели Евро. В Евросоюз. А также они были Франки. Вот как раз-таки я приехала в Евро. Это уже был первый год они жили. По-моему, 2002-й год был обмен Франков на Евро. Люди очень много потеряли денег. Смотрите, как можно оформлять пиццу со свежими овощами. Вот не очень я, конечно, люблю пиццу со свежими овощами, девочки. Я люблю, чтобы там был гамбончик немножко. Того-сего. Ну, короче, девчонки, какая вот спасибо бабушка. Молодец. Ну, вот она немножечко там уже разбирает. Похоже, лишнее раздаёт. Вот, смотрите, тут тоже бракурия, цветная капуста. Вот как я запекаю в этом тоже в духовке. Ну, прекрасно, прекрасно. Спасибо, мадам Авриль. Так, девочки, ещё есть что-то. Отдала Марису целую коробку, девочки, свечей. У меня нету подставок. А вот эти свечи, девочки, это из церкви. Свечи я аккуратненько сохраню. Посмотрите, цена ещё во франках. 35 франков. Надо сохранить. Вон сколько свечей тут разных. Вот. У меня есть маленькие подставочки. Такие-то, скажу, подсвечника, подсвечника у меня нет. Нету. Вы знаете, а у нас свечи иногда мы используем. Разобрать надо, но сложить аккуратненько. А это я положу. Я привозила тоже из Санкт-Петербурга. Я привозила тоже свечи. Это из церкви. И я иногда ставлю. У меня такая даже подставочка специальная есть, чтобы свечечка не падала. Вот когда вспоминаю своих родителей или там что-то случилось. Ну, короче, пускай у меня будет три свечки ещё. Так, мои хорошие, ну вот вам. Я сегодня, видите, ни с того ни с сего сделала вам вот такой вот влог. Распрекрасный. Вы любите про мои растения, вы любите про мои садшат. Каждый раз я вам говорю, что мне показывать нечего. На самом деле, если только я пойду, то, конечно же, всего найдётся. Вот, я с утра уже вам сделала видео. И на мадам француженку. И сделала видео. Надо только уже это, закачать его в это, и сюда, на провансалочку. И это вот видео выйдет, конечно, чуть-чуть попозже. Видите, какая красота. Ну, так птицы объедают. Объедают эти. Хоть мы ими мешаем шарики. Надо Марису сказать, что они съели. Видите, вон там вот на кольце пустые мешочки. Надо повесить им шариков. Всё, мои хорошие. Пойду я смотри, чем кормить мужа в конце-то концов. А сегодня в гольф играют люди. Мама дорогая, уже столько там гольфистов. Смотрите. Прямо это, пачками. Ай, хорошо погулять, девочки. Ну, это, в лунку надо попасть. У них же паркур минимум 6 километров они проходят. Поэтому хорошая игра. Вот именно ходить, вот разминать ноги, да ещё там играть. Каждый раз нужно за шариком сходить, за мячиком найти его. Поэтому движение – это жизнь. Чего вам всем желаю. На этом пока я остановлюсь. Идём высвобождать Мэгги. Ну что, я говорю, где собака? Марис носил, мы ели креветки, доедали со вчерашнего. Он понёс курицам. Это пошла с ним. Либо она нашла дырку. Думаю, её сейчас не видно. Мэгги! Она пошла, наверное, опять, как она зашла туда. И я смотрю в окно, а она прямо перед этой, перед калиткой. Ну, короче, я сказала, быстро домой. И она, видно, пошла искать эту дырку, через которую она залезла. Не может быть, чтобы Марис не видел, когда она с ней зашла. Мэгги! 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 Слушайте, ну собака какая-то странная. Вот, смотрите, смотрите. Видите, она нашла дырку опять там. Ты где была? Вы представляете? Надо сказать. Смотрите, а это, это бежит. Куренция. Надо Марису говорить, это девочка, эти дырки. Ну, а знаете, кто эти? Лисы роют. И у нас же есть куры. Ой, ну это вообще собаченцы. Видите, девочки, опять солнца нет. Это вот мы только сейчас пообедали. Вот же зараза. Сейчас посмотрите на ее лицо. Как она сейчас будет это. Так, где ты была? Ты где была? Смотрите, такая раз-раз. Такая домой сразу. Смотрите, типа я же ничего не делала. Ты что? Ты где была? Смотрите, смотрите. Где ты была? Где была? Рассказывай. А? Девочки, видите, что делать? Она подходит, надо ее гладить еще к тому же. Ты все съела укуристом? Мы же ей хлеб даем. Ну, смотрите, видите, на губах-то, на губах-то вон, висит-то на нашем носу. Ах ты такая рассекая. Мизон! Смотрите, раз-раза, без слов, без слов. Мизон! Мизон! Она еще иногда идет в свою комнату, когда обижается на меня. Здесь выкопала, представляете? Две огромных лаванды. Просто взяли, девочки, вот, ну, вот, взяли и высохли. Смотрите, вон, целая эта тачка. И он сейчас выкапывает еще одна роза. Этот коломба. Ну, вот у меня здесь есть молодой росточек. Надо будет тоже этим заниматься. Девчонки, представляете, как вымирают растения? Ну, это просто жесть какая-то. Ну, им года три не больше этим вот лавандом. Они огромные выросли, все, и взяли, засохли. И льяли, и льяли, и льяли, и льяли, и льяли, и льяли, и льяли. И есть вода, представляете, поливается там. Девочки, ну, вот так вот и расти сад. Если больше продолжения не будет, тогда всем всего хорошего. До скорой встречи на канале. Ваша провансалочка. Субтитры подогнал «Симон»!